Субтитры подогнал «Симон» Благословен Господь и Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас я разложу свои Талмуды. Хорошо. На этой неделе мы продолжаем изучение с вами третьей книги «Пятикнижие Моисеева». Мы изучаем, как вы помните, книгу «Ваекра». И недельная глава, которую мы читаем на этой неделе, называется «Шмини». Это книга левит с 9 главы и 1 стиха по 11 главу включительно. Шмини, 8. Восьмой день начала храмового служения. И рассказывает нам эта глава о следующем. Священники после определенной подготовки, которую они проходили в течение 7 дней, они приступают непосредственно к своим обязанностям. Происходит торжественное жертвоприношение. После этого Аарон вместе с Маше благословляют народ. Слава Божья наполняет мешкан и огонь сходит на жертвенник. После этого происходит интересная история гибели двух сыновей Аарона, священников, которые внесли чуждый огонь перед Божьим лицом. И далее идет запрет на употребление священниками вина. И заканчивается наша недельная глава законами Кашрута, где надо различать чистую пищу от нечистой. Небольшая глава, но очень и очень интересная. Ну, всегда говорю эту фразу, потому что в Торе нет неинтересных глав. Это, ну, очень интересно. Вот каждый раз, когда начинаешь изучать, становится все более и более интереснее. Потому что, вы знаете, так получилось, что данную главу я комментировал довольно часто. И, вы знаете, мне, как человеку, который это делает, хочется что-то новое, что-то интересное. Поэтому я решил прокомментировать сегодня тот отрывок, о котором я еще не говорил. Ну, давайте, если вспомним и бегло пройдем то, о чем мы говорили, то мы с вами разбирали историю о том, как Маше, вернее, правильно сказать, Бог через Маше говорил Аарону о том, что ему надо произвести определенные действия, выйти, благословить народ, и после этого слава Господня наполнит мешка. Но, как вы помните, этого не произошло. И только после того, как они вместе с Маше, Аарон и Маше вошли в Киню, как говорят комментаторы, помолились, после этого вышли, благословили народ, и после этого произошло то, что я сказал выше. Слава Господня, она нас наполнила, место присутствия, место собрания, и сошел огонь на жертвенник. Эта история показывает нам то, что не все, Бог вне ритуала. Нельзя сказать, что надо сделать то-то, то-то, и будет то-то, то-то. Бог сделает то-то, то-то. Бог, Он вне рамок и являет славу, когда человек ищет Его леса, ходит пред Ним. Но не буду об этом глубоко, мы об этом говорили. Помните историю? Мы разбирали три варианта, почему же все-таки погибли молодые священники, Надаф и Авиуд. Мы говорили, что они, возможно, были пьяны, возможно, в их сексах была гордость, и, возможно, они не слушали своих наставников, бегло, потому что об этом мы говорили с вами. Далее мы рассматривали законы Кашута, который не является законом диетологии для еврейского народа, а который помогал этому народу жить не плоскими начинаниями, а помогал этому народу быть послушными Богу, уходить в святости. Опять, все коротко, об этом мы говорили. Сегодня же я хочу поговорить о отрывке, который произошел непосредственно после того, как погибли сыновья Аарона. Это книга Левит, 10 глава, с 3 по 7 стих. Я вам его прочитаю. И сказал Маше Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь я и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. И позвал Маше Месаила или Елцефана, сына Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища застан». И пошли, и вынесли их в хитонах их застан, как сказал Маше. А Аарону же, и Елизару, и Афаму, сынам его Маше сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежда ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». «Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожжег Господь. И из зверей скинь и собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елее помазание Господне». И сделали по слову Маше. И читая данный отрывок, у простого человека возникает вопрос, почему же такие условия тяжелые, почему отец, который потерял только что двоих своих сыновей, двоих любимых сыновей, почему он не может иметь скорбь, почему Бог дает такие, казалось бы, серьезные повеления, почему он не то, что не может там скорбеть, он не может даже выйти, чтобы уединиться, ну, скажем так, самим собой, он не может остановить хода служения, он должен сделать то, что он должен сделать до конца. Причем условия, которые к нему ставятся, они не говорят, что ты просто не можешь. Условия очень жесткие. Если ты это сделаешь, то ты умрешь. Еще вопрос далее более интересный, и говорится о том, что ты не только умрешь, не просто ты умрешь, еще ты наведешь гнев на весь народ. А мы с вами помним, друзья, что гнев, который из-за действия определенных личностей или людей изливался на весь народ, он, как правило, заканчивался для народа очень трагично. Помните эти истории, когда погибало большое количество израильтян. И вы знаете, ответы на этот вопрос, почему же такие строгие повеления, мы видим в третьем стихе. И сказал, я прочитаю вам, как написано в оригинале. Это Левит, 10 глава, 3 стих. И сказал Маше Аарону, вот о чем говорил Бог, в приближающихся ко мне буду я свят, и пред всем народом прославлюсь. И умолк Аарон. Другими словами, Аарон сказал, с твоими сыновьями произошло такое горе, потому что Бог сказал, в приближающихся ко мне буду я свят, и пред всем народом прославлюсь. И вы знаете, Аарону были сказанные слова, потому что Аарон, он не был обычным простым евреем. Он был тем человеком, который предстоял пред Господом. Он был священнослужителем, он был лидером израильского народа. И Господь давал ему такие строгие повеления, не просто так. Аарон в глазах всего народа был человеком праведным. И данный отрывок показывает, что лидер, служитель, это не только привилегия, это в большей степени ответственность. Человек, которого Бог ставил на служение, он не принадлежит уже себе. Его жизнь всецела, она посвящена на служение Богу и на служение народу, потому что народ, он смотрит на людей, которые стоят пред Господом. Давай такие повеления, которые говорили именно о непослушании, что если он ослушается, то это приведет к смерти. Целью Бога было как раз научить и народ этому послушанию. Почему народ? Потому что они думали, что если Бог относится так к праведнику строго, такие дают строгие повеления, то он будет намного строже относиться к ним в случае непослушания. И, вы знаете, я хочу сказать, что это повеление, которое Бог давал Аарону в отношении его поступков, оно повышало авторитет Аарона в глазах израильского народа, но также оно сохраняло народ от неправильных поступков. Потому что, представьте, вообще, если себе воздать эту картину, то мы видим, что это был большой праздник в народе. Прекрасные сияющие одежды, все только начинается, великий праздник, все, и тут такое происходит горе. И если бы Аарон, который являлся лидером израильского народа, священником, он начал сетовать и горевать, то это могло вызвать ропот в народе. Почему Бог допустил такое с его детьми? Но Бог дал повеление, и Аарон сделал так, как сказал ему Бог. Тем самым он не дал повода этого делать народу. Я думаю, возможно, может быть, кто-то и роптал, но основная масса, она этого не делала, потому что ход служения, он не был нарушен, и все шло, как должно было идти. Хорошо, друзья, мы также в этом отрывке, мы можем видеть момент ответственности в том, вот вообще не в отрывке, а в данной нашей главе, момент ответственности священников в том, что когда приносилась жертва за грех, священник, он должен был есть часть этой жертвы за грех. Он должен был есть эту часть. Почему? Потому что тем самым он принимал на себя грех народа. И после, отчислял себя с народом, и после этого, и священнику также надо было это делать за себя. И мы видим, что в 10 главе Маше, как он упрекает Аарона, что он не сделал определенных вещей, я не буду останавливаться на этом отрывке, мы оставим его на следующий год, но об этом говорится, что вообще всегда священник должен был это делать. Он должен был есть жертву за грех. В нашей главе было исключение, об этом остановимся, даст Бог, поговорим в следующем году, если я попаду на эту главу. Хорошо. И, как я уже говорил, Аарон и его сыновья должны были быть примером святости для всего народа. И, как написано, в приближающихся ко мне буду я свят. И для нас с вами, друзья, это очень важное понимание. Очень важное понимание и важно понимать, что этот принцип, он не изменился так же само, как и тогда. В приближающихся ко мне Господь хочет быть святым. И быть служителем, как я говорил, быть пастырем, это не просто, это не только привилегия, это большая ответственность. Быть служителем любого ранга, это ответственность. Да, есть определенные привилегии, но в большей степени это ответственность. И ответственность какая? Ответственность быть примером, ответственность научить народ. И Новый Завет, он как раз нам и говорит об этом. Я хочу, чтобы мы рассмотрели один пример из Нового Завета. Первое Коринфянам, третья глава. Мы этот с вами знаем, отрывок о том, что кто смотри, из чего строит. Но я хочу, чтобы мы посмотрели немножко с другого ракурса на него. Это первое Коринфянам, третья глава, с 6 по 15 стих. И я не буду читать все, потому что времени немного, но коротко рассмотрим этот отрывок. Апостол Павел говорит, что некоторые люди в Кримской церкви говорили о том, что одни говорят, я Аполлосов, я Павлов. И он говорит следующее. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему, и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивает. Взращивающий, насаждающий же, и поливающих суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Говорится о награде, о том, что каждый получит награду по своему труду, и говорится о насаждающих, и поливающих. Давайте дальше. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Говорится о том, что я положил основание, кто-то строит, но тот, кто строит на этом основании, смотри, как строит. И написано, пропущу немножко. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково есть. Оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. И в данном отрывке говорится о строящих. Те, кто строит, на ком есть ответственность. На тем, кто служит, на тех, кто учит, есть ответственность, из чего он строит. Потому что его дело обнаружится. Если он строил правильно, хорошо, то будет награда. Если нет, будет урон. Он-то спасется, но будет урон. И вы знаете, этот отрывок, он говорит об ответственности. Ответственность неизмена, как тогда, так и сейчас. И жизнь священников, по Божьему избранию, она была посвящена служению Богу, чтобы показывать всему народу примеры, как должно жить, примеры святости, примеры посвящения, чтобы учить народ весь. И то, что Бог через Моше говорил Аарону, показывало настолько высокий уровень должен быть Божьих служителей. Аарону пришлось сделать то, что он делал. То, что он служил, ему надо было довести до конца, независимо от того, что происходило с его сыновьями. И это не просто, это не тяжелые, неудобоносимые слова. Это истина Божия. То, что написано, это истина Божия. И истина Божия, она открывается нам также в Новом Завете. И Шуа, он говорил также следующие слова в Луки 14, главе 26, стихе. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер, а при той и самой жизни своей, то не может быть моим учеником». Посмотрите, и дальше говорится, кто не положит душу свою, человек уже не принадлежал себе. Если ты хочешь быть учеником Ишуа Мессии, ты не принадлежишь себе. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Вы помните эти слова Ишуа Мессии? И оказывается, уровень нашего посвящения, он ничем не ниже, чем уровень посвящения Когена в то время. Я бы сказал, возможно, этот уровень выше, даже чем уровень их посвящения. Почему так? Ответ таки опять происходит из 10 главы 3 стиха. «В привлечающихся ко мне буду я свят». И давайте посмотрим, где происходило это приближение. Это приближение происходило непосредственно в Мишхане, а позднее в храме. Нельзя было приблизиться во времена Ветхого Завета, нельзя было приблизиться к Богу, где ты хочешь, как ты хочешь. Это надо было сделать в определенном месте, это надо было сделать определенным образом, и предстоятелями перед Божьим лицом были священники. И в наше с вами время, время Нового Завета, время новых отношений с Творцом, благодаря жертве нашего Господа и Спасителя Ишуа Машеха, каждый верующий имеет эту возможность. Каждый из нас может приблизиться к Богу, потому что мы с вами храм Бога живого. Мы храм Бога живого, Бог обитает внутри нас. И как написано в продолжении отрывка из 1 Коринфяна, то, что мы прочитали, это 16-17 стих, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм мы». И Бог очень хочет быть свят в нас. И Он для того и отдал Сына Своего Единородного Ишуа Машеяха, чтобы мы могли иметь эту возможность. Нам единственное, как людям, надо сделать две вещи. Первое, это принять Ишуа своим Господом и Спасителем. Второе, что нам надо сделать, это приближаться к Богу. У нас есть эта возможность самим, каждому приближаться к Богу. И как мы приближаемся к Богу? Нам надо приносить Богу жертвы хвалы, жертвы благодарения. Нам надо отдать свои жизни в жертву Аллах, в жертву сисожжения Богу. Тогда Он велико прославится. Когда каждый из нас будет иметь это понимание, тогда Он велико прославится в нашем собрании, тогда Он велико прославится в нашем городе, тогда Он велико прославится до края земли. Он этого хочет. Друзья, поэтому в конце своего комментария я хочу сказать, давайте будем приближаться к Нему. Служители, те, кто служит Ему, давайте будем понимать нашу ответственность перед Богом и перед народом, а народ Божий понимать свою ответственность перед Богом и друг перед другом. В приближающихся ко мне буду я свят и пред всем народом прославлюсь. Варуха Шем.